Здравствуйте! Выходим на старт дистанции, как всегда, с обзором наиболее примечательных спортивных событий в городе и области. Сегодня в программе. В Череповце стартовал финал первенства России по волейболу среди девушек. Хотим занять первое место. Арбитры международного уровня провели семинар для футбольных судей области. Все материалы, которые от верха пирамиды до низу, все одинаково. Станет ли Игорь Герастин новым лидером Северстары? В соцсети-то, я думаю, она поняла по фотографии, что я как бы хоккеист. Череповецкие бойцы смешанного стиля продолжают радовать своих поклонников. Группа молодых спортсменов из клуба «Спарта» успешно выступила на международном турнире в Тихвине. В Ленинградской области в городе Тихвине состоялся международный турнир по правилам ММА в память шестой роты ВДВ. В этих соревнованиях приняли участие и три бойца Череповецкого клуба «Спарта» – воспитанники тренера Сергея Коршунова. Анатолий Великанов весовой категории до 57 килограммов провел два боя и в обоих одержал победы. Сначала он оказался сильнее Михаила Лескова, а затем взял верх над Артемом Завьяловым. В категории до 62 килограммов Абдул-Азиз Мадаминов отправил в нокаут Тихвинца Илгара Мустафаева. А в весе до 74 килограммов Хамиджон Джураев нанес поражение представителю ДНР Николаю Костину. В Череповце впервые прошел судейский семинар футбольных арбитров. В нем принимали участие судьи FIFA – Юрий Баскаков и Сергей Лапочкин. В гости к череповецким судьям приехали два очень авторитетных специалистов. Юрий Баскаков сейчас является инспектором УЕФА, имеет огромный опыт работы на матчах самого высокого международного уровня. Сергей Лапочкин также арбитр FIFA. Два года назад он обслуживал матчи чемпионата Европы, а в этом сезоне работал на играх Лиги чемпионов. Общение со специалистами такого уровня бесстенно для вологодских арбитров. Конечно, они очень полезны, эти семинары. Конечно, обучить – это долгий процесс. Во всяком случае, какие-то векторы развития судейства и современной тенденции обязательно ребятам надо знать. Вот то, что мы будем сегодня читать, это буквально три недели назад Премьер-лига все то же самое смотрела. Все материалы, которые от верха пирамиды до низу, все одинаково. Профессия футбольного судьи очень непростая. Даже если отбросить огромное давление в ходе матча со стороны болельщиков, тренеров, футболистов, то судья должен безупречно разбираться в тонкостях не только футбольных правил, но и самой игры. И здесь учиться на собственных ошибках не только рекомендуется, а настоятельно требуется. Тем более, правила футбола и рекомендации к арбитрам постоянно корректируются. Нужна практика, нужно участвовать в различных семинарах, может быть даже вот такой, как сегодня, и показывать то, что вы знаете, умеете на футбольном поле. И сейчас очень много турниров, которые дадут возможность из, как вы говорите, нефутбольных регионов себя проявить судьям. Я думаю, что шанс есть у любого, кто действительно отдается этому делу. Вологодские судьи в подавляющем своем большинстве не имеют пока опыта обслуживания матчей высокого уровня, хотя есть и несколько профессиональных арбитров. В области судей порядка 35-40 человек. То есть на данном мероприятии присутствует порядка 30 человек. Это молодые перспективные судьи, которые заинтересованы в повышении уровня соревнований. И присутствует пять действующих арбитров, которые судят профессиональный футбол. Такие семинары, безусловно, полезны для прогресса и будущей карьеры любых арбитров. Тем более использовались те же материалы, что и для арбитров премьер-леги. Поэтому вологодские судьи внимали каждому слову лекторов. А впереди еще анализ сделанных конспектов и далее совершенствование собственных навыков в этом непростом деле. Силу волейбола Череповца смогли оценить уже и на ветеранских соревнованиях. Женская команда города вернулась с победой с турнира за Кубок России. Череповецкая команда уже достаточно давно и вполне успешно принимает участие в соревнованиях ветеранов. При этом она составлена не только из череповецких волейболисток. Чем тяжело играть, что практически каждый турнир – это новый состав. Особенно когда играем. В том году мы играли по двум возрастам – по 40 и по 45+. И получалось, что 40 играем одним составом, 45 играем другим составом. То есть, конечно, тяжело. Каждый раз выходишь новым составом и каждый раз все по-разному. В этом году череповчанки получили право принять участие в Кубке России, попав в четверку лучших команд первенства страны. Турнир проходил в Подмосковье. Игры получились напряженными, так как в составах соперников было немало достаточно именитых волейболисток. Основной соперник был Питер, потому что в их составе играет девочка, которая буквально еще год-два назад играла в высшей лиге. Основной у них игрок – это серебряный призер Олимпийских игр 2004 года Ольга Николаева. То есть, человек такой, за метр девяносто ростом и до сих пор прилично играющий, которая работает преподавателем в Санкт-Петербургском институте физкультуры. Очень тяжелая игра была с Питером. Первую партию мы проиграли 28-30, вторую выиграли, причем проигрывая по ходу минус 8, выиграли 28-26. И третью партию тоже, опять же, проигрывая по ходу 6-8 при переходе, все-таки выиграли 15-11. Как-то, ну, достаточно легко почему-то Питер немножечко подсел. Таким образом, череповчанки впервые в истории завоевали этот престижный трофей. А на этой неделе в центре внимания и юные волейболистки. В Череповце впервые за 17 лет проходит финальный этап первенства России среди девушек. Финальный турнир первенства России по волейболу среди девушек 2003-2004 годов рождения будет проходить в течение 12 дней сразу в двух череповецких залах в волейбольном центре и спортивном комплексе «Юбилейный». В нем принимают участие 16 сильнейших команд России, в том числе и сборной Вологодской области, составленной из воспитанниц череповецкой «Сдюшор». В последний раз финал Череповце проходил в 2001 году. Тогда череповчанки впервые в истории стали чемпионками страны. 17 лет назад мы финал выиграли. Это была сенсация для России, что команда, никому не известная команда из Череповца, выиграла финал первенства России. В прошлом году мы тоже финал первенства России, наши девочки выиграли. Надеемся на успешное выступление в этом году. Вообще проведение финала в городе – это знак высокого доверия к нам, Федерации волейбола России. За эти 17 лет Череповецкая волейбольная школа стала одной из ведущих в России. Практически ни один финальный турнир не проходит без участия наших команд, которые всегда претендуют на призовые места. Сегодня я как раз была в Сдюшор номер два вашего города. И на самом деле, конечно, производит очень такое хорошее впечатление. Я теперь понимаю, почему действительно ваши команды играют и показывают хороший результат, потому что видно, насколько заботятся и об инфраструктуре, потому что школа замечательная, залы замечательные. Поэтому, ну, в принципе, вам можно гордиться своими детскими командами. Это совершенно очевидно. На первом этапе этого финального турнира команды поделены на четыре группы по четыре команды. Череповчанки в своем первом матче финала уверенно обыграли команду Самарской области со счетом 3-0. Но это только первый шаг к выполнению главной задачи. Ну, естественно, мы все, моя команда, хотим занять первое место, хотим показать хорошую игру и порадовать наших зрителей и тренера. После предварительного этапа по две лучшие команды выйдут во второй групповой турнир, где уже определят претендентов на чемпионство и медали. Хоккейный сезон для Череповца практически завершен, хотя в апреле еще предстоит финал юниорского первенства страны. В главной команде думают о сезоне следующем, и уже объявлено о подписании нового контракта с главным тренером Александром Гулявцевым. А одной из надежд в ближайшем будущем для «Северстали» станет нападающий Игорь Гераськин. О нем наш следующий сюжет. Здравствуйте. Пойдемте посмотрим, как я живу. Вот она, контратака, которая заканчивается чем? Спасением Райана Забурски! Да ничего подобного! Она заканчивается голом Игоря Гераськина, молодого таланта. Давай, Игорь! Помоги, ну! Ох, какой молодец! Командный итог не стал! Знакомьтесь, Игорь Гераськин, ему еще нет и 20-ти. Родился и вырос в подмосковном клину. Свою хоккейную карьеру начал в Мэтищинском Атланте, а когда несколько лет назад команда в Мэтищинске начала испытывать финансовые проблемы, то на драфте был выбран Череповецким Алмазом. Так и началась его карьера в городе Метаургов. У нас тут висят фотографии команды, которые завоевывали какие-то медали за Череповецкую команду. Я знаю, что кто-то из них здесь жил, но конкретно кто, не знаю. Это было давно, и как бы никто уже не вспоминает, а мы были молодыми. Я уверен, что много кто здесь живет, они даже не знают об этом, что здесь кто-то жил. Те, кто бронзу брали или серебро за северсталь. А вообще часто можно ли встать в гостей приходить? Нет, тут все очень строго, и никого не пускают. Если только родители приедут, может быть, договориться, чтобы они зашли, посмотрели, как ты живешь, а так нет. Это строгий режим. Мы здесь втроем живем, как бы, и трехкомнатная квартира. Там мой партнер по команде живет, Артем Грозов, он спит сейчас, и у него как бы беспорядок. Мы не будем туда заходить. На кухню тоже, как бы, я думаю, лучше не надо. Поэтому пойдемте дальше. Ну, вот это вот моя комната. Да, здесь я живу, как бы. Пострелок, после игры отдыхаю. Тут вот у меня сувениры небольшие. Ну, с матча звезд там я привозил шайбу, карточки какие-то, шапка, плакаты болельщики, которые мне дарили. Какая-то звездная болезнь появилась после этого? Да нет, какая звездная болезнь. Если будет звездная болезнь, то так можно быстро и упасть. А ты на матчных звезд ездил, там же все, Ковальчук, все звезды. Ну, а где их автографы там? Ты собирал майка где-то? У меня майка игровая, да, она висит дома, я там расписывали все. Я, ну, все игроки моего дивизиона, только у Личка я не успел дойти, он там по-быстрому уехал. Поэтому, к сожалению, не удалось мне взять автограф, но ничего страшного. Может быть, еще какое-то шанс-то выпадет. Еще разочек нам едет. Конечно. А я вижу, что там кепки далеко не Северстали, а клубов НХЛ, это что за кепки вообще? Ну, просто кепки. Эту кепку я в Детройте покупал, когда был со сборной на турнире. А эту кепку мне подарили. И как бы носить, конечно, я сейчас уже их не ношу, потому что не разрешают. А так, ну, не выкидывают же их правильно. Не хочешь, кстати, киберспорт попробовать? Да нет, у меня, думаю, не получится. Я там не смогу, наверное. С чего? Я нервничаю очень сильно, когда проигрываю. Да? Да. То есть мне сейчас надо поддаться? Да нет, нет. Ну, сейчас-то, понятно, не надо. Сейчас-то я спокоен. На что-нибудь играете вообще? Есть такое? Или просто чисто собираетесь? Да просто приезжаем, и как бы, когда делать нечего, просто садимся поиграть. Как из игроков, если вот говорить, сейчас, может быть, потом интервью, ты станешь известным, это интервью станет известным, потом, хоп, и все узнают, кто в молодости Игорь Герасимов был кумиром из хоккеистов. Да, кумира, ну, мне Датсук вообще нравится очень, как играет, поэтому я Датсук, да, и такие технари, которые... А что тебя побудило начать заниматься противовидным спортом? Меня лично ничего не побуждало. Меня мама, просто мне мама предложила. Просто узнала, что секция открылась у нас в городе, и все. Ну, то есть, не было никакой такой мысли, что я когда-то там заиграю в континентальной хоккейной лиге? Ну, вначале-то, конечно, я маленький был, что я ходил просто, как бы, просто катался на льду и даже не думал о том, как-то, что там, продолжение карьеры где-то там, или что-то еще, или я где-то заиграю. Потом, да, когда уже позанимался, может быть, там, год, может быть, там, еще чем-то, я уже начал мечтать о том, что я буду на Олимпиаде играть, там, ну, как обычно все мечтают, я думаю, попасть на Олимпийские игры, там, и выиграть золото за сборную России. Должна Северсталь быть в континентальных хоккейной лиге? Конечно, конечно. А почему? Тут же многие говорят, что, ну, давайте объединим с торпеда, там. Да, ну, это как, ну, клуб уже с такой историей, объединять с кем-то, это, ну, мне кажется, это, ну, как бы, некорректно, или я не знаю, как просто выразиться, но. Медали брал, и такие столько воспитанников дал хоккею российскому. Там все, там очень хороший коллектив, и там приятно находиться, и такого там нет вообще. Может быть, где-то в других командах есть, но там, ну, точно не в Северстале. Все очень, как бы, дружные, и не, там, не смотрят на возраст, там, какой-то, сколько тебе лет, и какого-то года. Да, все помогают, все, если какие-то там ошибки или какая-то помощь нужна, все отзовутся и помогут. А так, ну, конечно, я больше общаюсь со своими партнерами по тройке, это с Юрием Трубачевым и с Данилом Вовченко. Игорь, нашли девчонки, посмотрите, что скажем? Скажем, что девушка есть, занят. Все, можно, да? Да. Можно выключать уже сразу на этот момент. Она там в Квену живет? Нет, она Череповецкая. А как вы познакомились, если не секрет? Сейчас, Игорь, рассказывай быстрее, не надо атаковать. Я хотел забить, но... Да как, просто в интернете познакомились, и потом встретились, и как бы так... Ну, она знала, что ты хоккеист? Ну, конечно, да. А ну, не так, наверное. У меня можно в соц. сети-то, я думаю, она поняла по фотографии, что я как бы хоккеист. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю в это же время. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова